друзья всем огромный привет сегодня у меня такое экспериментальное видео и почему она собственно говоря экспериментальная ну появилась такая идея да она в общем-то и не новая и вы еще достаточно давно об этом говорили говорили о необходимости проводить прямые трансляции да идея неплохая она классная но мне требуется для воплощения этой идеей некое техническое дооснащение моего канала я вас уверяю обязательно что мы к этому с вами придем и спокойными тихими зимними вечерами кто за чашечкой чая кто за бокальчиком вина или за стаканчиком виски будем такой тесной дружеской компании сидеть обрабатывать фотографии общаться в прямом эфире вы будете задавать вопросы я буду на них отвечать а сегодняшнее видео это некий мастер-класс по обработке пейзажа и это конечно же не совсем прямая трансляция это выйдет в записи но здесь будет по минимуму сокращено время я не буду убирать паузы мы будем с вами в рамках реального времени обрабатывать фотографию и соответственно вы можете использовать либо свою фотографию либо можете скачать мою в описании к этому видео по ссылке и мы вместе с вами обработаем это изображение и сегодняшнее видео она больше подойдет для тех кто терпеливо кропотливо относится к обработке фотографий и хочет понять и изучить все нюансы сегодня мы поговорим с вами как я уже сказал о пейзажной фотографии я обязательно покажу параметры настройки камеры которые я использовал при съемке этого водопада далее мы с вами обязательно пройдемся по основным условиям при которых получается красивый замечательный великолепный и радующий глаз зрителя пейзаж и более подробно мы конечно же с вами углубимся в обработку фотографий и так друзья вы на канале арт фото life меня зовут серджио и поехали если ты хочешь стать обладателем пресетов уровня про и вместе с этим поддержать развитие канала арт фото life ты можешь приобрести эксклюзивные наборы авторских пресетов со скидкой аж 65 процентов с примерами обработки пресетами можно ознакомиться в моем инстаграм нужны подробности напиши мне в чат инстаграма я отвечу на все твои вопросы все ссылки в описании выведя ретушь своих снимков на новый продвинутый уровень итак друзья я забился в угол чтобы вам не мешать чтобы вам было лучше видно весь экран и давайте мы с вами поговорим немного о теории пейзажа так как все таки это мастер-класс и он будет посвящен не только обработки как я уже сказал и поэтому есть несколько правил для получения ну скажем так некого шедевра до в наше время фотографов очень много очень много красивых фотографий очень много схожих и похожих друг на друга шедевров ну тем не менее все мы стараемся и хотим получить что-то более лучше чем предыдущий раз и что же для этого нам необходимо делать итак друзья по моему мнению есть пять правил которые я выделил и эти правила или условия необходимы для того чтобы получить красивую пейзажную фотографию итак первое конечно же это локация это сам объект съемки понятно что нам не сделать красивую фотографию просто проезжая на автомобиле и высунув руку из камеры из окна до или телефон нам также очень трудно снять красивый пейзаж если мы выйдем на балкон покурить например да или с чашечкой кофе но это получаются единичные такие фотографии на самом деле локацию нужно выбирать искать подбирать определенную погоду и почему потому что мы плавно переходим ко второму пункту это конечно же свет так вот мало выехать на красивую локацию нужно выехать еще в определенный режимный свет вы уже знаете что такое режимное время и этого времени у нас для получения красивой фотографии красивого пейзажа с красивым светом не так уж и много это синий час который длится буквально 30-40 минут до рассвета и те же 30-40 минут синий час длится после заката и непосредственно во время рассвета и заката у нас есть там буквально 20-30 максимум 40 минут когда по нашим объектам разливается красивый свет и благодаря этому красивому свету мы можем получить красивые изображения красивые краски на нашем пейзаже дальше друзья что вы часто слышите от пейзажных фотографов это слово фактура я специально здесь написал в скобочках слово фактура это ну на самом деле всего лишь навсего это рельефность объекта по большому это можно сказать что это некие паттерны или текстура или структура которая складывается в определенный рисунок до в определенную такую вот ткань так вот друзья в пейзаже это очень ценится и это всегда интересно рассматривать ну что такое собственно говоря фактура это вот кора дерево например да или это рябь на воде или например это скала и мы видим каждые ее трещинки до каждые теневые световые перепады вот это собственно говоря есть фактура это то что нравится то что ценится и то что интересно зрителю дальше друзья что немаловажно в пейзаже это конечно же смысловые объекты смысловые центры вы можете найти это определение очень часто в статьях или видео где рассказывают о съемке пейзажа что такое смысловые объекты смысловые центры вы можете конечно взять широкоугольный объектив сфотографировать абсолютно все получится красивое большое широкое поле восходящее или заходящее солнце красивые лучики но взгляду не за что зацепиться должен быть какой-то объект который находится на переднем плане может быть дополнительный объект на среднем плане на дальнем плане что-то все это вместе связывает наше изображение в некую композицию и появляются какие-то определенные смысловые объекты как правило объект который находится на переднем плане его зрителю интереснее всего разглядывать и это и будет определенным центром нашей фотографии смысловым центром в таких пейзажах появляется некий определенный смысл в пейзажах где вы используете смысловые объекты вы расставляете определенные триггеры якоря и когда человек рассматривает такую фотографию он просто на всего задерживается взглядом на одном объекте потом на другом объекте потом на третьем объекте например или просто на одном это не суть самое главное что он не видит просто пустое полотно как белая простынь да он видит конкретные определенные объекты и что еще друзья немаловажно это конечно же атмосфера и давайте мы для начала посмотрим что такое атмосфера я вот тут сделал выписку такую из википедии так вот атмосфера это греческое слово она образовалась от двух слов буквально это пар и сфера и и слова атмосфера обозначает газовая оболочка небесного тела удерживаемая около него гравитации ну вот такое вот достаточно интересное определение так вот друзья мы часто с вами слышим когда говорят про фильм или про фотографию что в там присутствует некая атмосфера давайте возьмем кино ну например мы видим с вами некую сцену мы видим что сидят люди между ними происходит напряженная беседа беседа накаляется определенным образом накаляется и переходит в перепалку и после этого может перейти даже ну в какую-то определенную в потасовку или перестрелку так вот то что происходит в кино вот это и есть атмосфера это может быть и какой-то драматический сюжет или любовный сюжет и кинематографисты для того чтобы создать определенную атмосферу фильме используют различные приемы это может быть и музыка это может быть и тренировка даже это может быть и диалоги как я уже сказал это может быть время года это может быть все что угодно в конце концов даже цвет одежды персонажей тоже могут создавать определенную атмосферу и когда мы говорим с вами о фотографии и в данном случае о пейзаже мы также можем говорить об атмосфере но у нас сожалению с вами не присутствует фотографии какой-то звуковой видеоряд мы не можем на фотографии передать там журчание воды или шелест листвы или пение птичек ведь это создает определенную атмосферу в пейзаже поэтому мы используем различные приемы для того чтобы эту атмосферу создать и теперь друзья давайте вернемся к нашему списку пройдемся по нему еще раз и подумаем а что мы можем создать с вами при обработке локацию конечно же мы создать можем но только в том случае если мы на нее не выехали да а полностью нарисовали наш пейзаж в каком-нибудь фоторедакторе да такое возможно но мы с вами говорим о фотографии поэтому локация это именно то место куда мы дошли доехали доползли неважно поэтому локацию мы с вами не создаем итак друзья свет свет мы тоже с вами создать конечно же не можем и поэтому пейзажисты часто выбирают режимное время выбирают определенные погодные условия для того чтобы поймать тот самый красивый золотой или синий свет неважно для того чтобы это отобразить на своей фотографии до при обработке создать свет мы не сможем ну скажем так сможем выглядеть это будет не всегда красиво и не всегда естественно а вот усилить свет мы точно сможем если локацию мы с вами но усилить каким-то образом не можем вот она какая есть такая есть то есть если мы фотографируем в поле да у нас не появится там горы и поэтому у нас есть только поле или есть только горы с которыми вынуждены мы работать то в случае света мы усиливать его можем и фоторедакторы нам такую возможность дают и друзья фактура да фактура может быть мелкая крупная там средняя неважно это вот некие паттерны которые мы видим на фотографии мы конечно же тоже можем их улучшать улучшать рельефность фактуру на нашей фотографии мы можем за счет создания определенного цвета теневого рисунка за счет дополнительных инструментов которые есть и в lightroom и photoshop это по повышению улучшению структуры или текстуры так тоже иногда называется в некоторых фоторедакторах таким образом на эту часть пейзажа мы также можем с вами влиять смысловые объекты конечно же друзья создать мы с вами их не сможем мы сможем только выбрать определенную точку съемки это больше относится наверно к локации да ну локация говорит о том что это некое место а смысловые объекты говорят о том что фотограф выбрал определенное место выбрал определенный объектив определенные настройки создал в кадре определенную композицию только после этого осуществил съемку и получил пейзажную фотографию на которой изображены смысловые центры или смысловой центр или смысловые объекты. Но также, друзья, при обработке мы можем влиять на смысловые объекты. Мы можем их делать светлее, ярче, красивее, красочнее, таким образом привлекая больше внимания на наши смысловые объекты. Это, наверное, получится уже некая тавтология, но при использовании определенных методов обработки мы можем с вами на смысловых объектах повысить смысл. Ну и что касается атмосферы, да, друзья, мы атмосферу с вами можем также создавать фотографии. Это создается и во время съемки. Ну, если мы с вами снимаем, например, перед грозой, да, у нас больше такие получаются драматические сюжеты. Или снимаем ночью, или снимаем днем, почему бы и нет. В кадре у нас, например, пара. Это создает некую такую романтическую обстановку. Мы можем снимать с вами в тумане. Это тоже создает определенную атмосферу. Итак, атмосферу можно получить во время съемки. Это понятно, конечно же. И, конечно же, атмосферу можно получить при обработке фотографии. Ну, во-первых, можно ту атмосферу, которая у нас появилась во время съемки, можно, скажем так, усилить влияние на зрителя за счет определенных инструментов обработки. Ну и, в конце концов, атмосферу можно создать, да. Когда мы снимаем городскую фотографию, мы можем сделать такую темную обработку и получить такую прям драму-драму, да. И если мы снимаем пейзаж, то почему бы нам не сделать, например, его таким легким, воздушным? И будет казаться, что наши горы, например, находясь в тумане, не просто находятся в тумане, они как будто парят в облаках. И это, опять-таки, создает интересную атмосферу в кадре. Итак, друзья, вот, по моему мнению, это некий рецепт, может быть, не шедевра, но удачной и красивой фотографии. И, конечно, этот список можно продолжать, но эти пять пунктов — это основные моменты, основные условия, благодаря которым появляется хорошая, качественная, добротная, красивая фотография. Ну и переходим с вами к следующему этапу. Давайте сядем за компьютер и начнем обрабатывать фотографию. Итак, друзья, приступаем к обработке. Эту фотографию я сделал в месте, которое называется водопад Джур-Джур в Крыму. Точнее, это не сам водопад Джур-Джур, а это каскад верхних водопадов. Вода с этого каскада спускается вниз и как раз падает уже с водопада Джур-Джур. Но на каскадах не менее интересно, а может быть, даже больше, потому что сам водопад всегда заполнен туристами, а здесь на каскадах можно походить и сделать замечательные снимки. И давайте первым делом я покажу вам настроечки, как я снимал эту фотографию. Конечно же, я ее делал со штатива. Как видите, выдержка у меня составляет две с половиной секунды. И со 50. У Кэнона есть такая возможность. Посмотрите, в ваших фотоаппаратах тоже такое должно быть. В Кэнонах это отображается буковкой L, а не цифрой 50. Снимал я на камеру Кэнон EOS RP. Использовал объектив Кэнон EF 1740 миллиметров с диафрагмой 4. Снимал на фокусном расстоянии 30 миллиметров. Также при съемке этого изображения я использовал поляризационный фильтр, полярик, для того, чтобы устранить блики с листвы и с воды. И получилось вот такое вот изображение. И давайте мы с вами приступим к обработке. Итак, первым делом, что мы с вами сделаем, это давайте мы поправим экспозицию, потому что мы должны видеть, что происходит на нашем изображении, для того, чтобы работать непосредственно уже с цветом. Итак, смотрим на гистограмму. В пейзажах это важно. Но, друзья, не забывайте, что гистограмма, она всего лишь помогает нам обрабатывать фотографии. Ну, полностью доверять ей, конечно же, нельзя. Больше всегда доверяйте своему глазу. И, как я часто повторяю, никогда не обрабатывайте фотографии в очень светлой комнате и в очень темной. Потому что, если будете обрабатывать в темной комнате, вот увидите, ваша фотография при размещении в соцсети будет выглядеть очень темной. Поэтому обрабатывать нужно в таком, в легком сумраке, но чтобы было не темно и, соответственно, не светло. Итак, друзья, я первым делом поставил гистограмму, как она должна выглядеть технически, но я вижу, что у меня некоторые области слишком засвечены, поэтому я позволю себе вернуться немножко назад. Вот таким вот образом, пожалуй, будет интереснее. Теперь, друзья, следующим шагом после того, как мы с вами выровняли гистограмму, мы давайте выберем профиль. И, как правило, профиль у нас пейзаж более такой насыщенный и более яркий. Вы можете поэкспериментировать с другими профилями и остановиться на том, который вам более интересный. Вот, как видите, сейчас я поставил интенсивный профиль и у нас на изображении появилось больше контраста. Давайте вернемся к профилю пейзаж. Такой профиль мне нравится больше, более приятные оттенки зеленого. Зеленый мы, конечно же, убивать с вами не будем, как мы делаем в городской фотографии, потому что, ну, а как? Можно, конечно, обрабатывать в любом стиле, но все-таки пейзаж, как мне кажется, он требует более художественного подхода, когда мы показываем всю красоту цвета. Мы не душим цвета, мы, наоборот, их улучшаем, делаем приятнее, делаем красивее. Итак, друзья, после того, как мы с вами определились с профилем, нам необходимо выставить температуру. Я, как правило, снимаю в автомате, а потом при обработке уже подстраиваю вручную. И на этом месте я хотел бы высказать огромную благодарность Алексею Агееву из Крыма, который не просто организовал этот замечательный фототур, с которого я привез такие шикарные фотографии, Но Алексей также показал несколько шикарных приемов по обработке пейзажей. Многое чего я не знал, спасибо ему огромное. И я с удовольствием этими методами с вами поделюсь. И, конечно же, мы обязательно в следующих видео более подробно поговорим с вами и об этом фототуре, и вообще, в принципе, о фототурах. Что такое фототур, что туда нужно брать, как это проходит и так далее. Сейчас мы на этом задерживаться не будем, у нас все-таки обработка, поэтому продолжаем. К фототуру мы еще вернемся. Итак, друзья, теперь нам необходимо выставить правильную температуру. И у нас температура находится в двух ползунках. Это температура и оттенок. И для того, чтобы нам подобрать правильную, красивую атмосферу в кадре, нам необходимо поправить баланс белого. И для этого мы красочность и насыщенность полностью выкручиваем на плюс 100. Получаем вот такую вот адовую картинку. Но теперь, когда мы с вами работаем с температурой, мы с вами видим соотношение теплых и холодных оттенков. И можем подобрать такой баланс, при котором наше изображение будет более уравновешено как раз в плане той самой комплементарной пары. Как вы знаете, теплый свет всегда находится противоположным от холодного. Фотографию я сделаю чуть-чуть потеплее. Пожалуй, я остановлюсь вот на такой температуре. 5,548 в кельвинах. Вы смотрите, при обработке моей фотографии на своих компьютерах можете выбрать такое же значение. Но можете выбрать какое-то другое, может вам понравится. И теперь, конечно же, поработаем с оттенком. И давайте я вот немножко добавлю, наверное, сюда фиолетовых. Ну, прям чуть-чуть, вот буквально было 17, стало 19. После чего, друзья, мы с вами красочность, насыщенность сбрасываем в ноль. И давайте мы сразу красочность поставим, ну, где-то примерно на 20, а насыщенность примерно на 30. Вот это опять метод Алексея. Сразу фотография наша заиграла. И давайте мы уже сделали несколько шагов. Давайте посмотрим, было-стало. Итак, друзья, было-стало, было-стало. Ну, вот видите, при обработке пейзажа используются совершенно другие инструменты. И многие на этом бы, наверное, уже остановились. Но мы с вами пойдем немного дальше. Итак, давайте мы теперь с вами выставим точку черного и точку белого. Мы можем вот здесь на гинстаграмме нажать вот сюда на прямоугольнички. И теперь при регулировке белых и черных мы будем с вами видеть вот эти вот критические зоны, которые говорят о том, что здесь пересвеченные у нас участки и потерянные пиксели. Поэтому мы с вами подберем такое значение, при котором эти точки имеют пограничное значение. Вот они вот-вот должны появиться. Первый пиксель, вот он здесь. Можем даже вручную. Вот оставляем вот таким вот образом. Все. Точку белого мы с вами настроили. То же самое мы теперь делаем с точкой черного. Вот такое у нас появляется, когда мы двигаем точку черного влево. И также нам с вами необходимо найти пограничное значение, при котором появляется самая-самая первая точка черного. Вот. У себя я ее обнаружил где-то вот здесь вот на скалах. Давайте мы вручную также доведем прям до самого-самого первого пикселя. Все. При обработке городской фотографии мы на это можем не обращать внимания, потому что усиленный контраст очень хорошо ложится на городские сюжеты. С пейзажами все немного иначе. Здесь все-таки, как мы уже с вами говорили, есть такое понятие фактура, да. А фактура получается в том числе и при работе со свето-теневым рисунком. И для того, чтобы правильно нам настроить фактуру нашего изображения, правильно показать все цвета и тени, у нас должен быть именно вот такой вот баланс. Должны быть правильно выставлены точки черного и белого. Что мы, собственно говоря, с вами сейчас и сделали. После этого давайте мы с вами поправим светлые области. Сильно душить мы с вами не будем. В городе обычно я привык делать сразу в минус 100. Здесь, пожалуй, я остановлюсь на значении где-то, ну, в районе 70. Я думаю, этого будет достаточно. И если вы впервые на моем канале, то я вам сейчас дарю такой лайфхак для того, чтобы у вас плавно двигались ползунки, чтобы вы попадали в мои значения, которые я произношу. Вы двигаете их, удерживая кнопочку shift. Попробуйте. И таким образом ваши значения более плавные, и вы можете попадать в конкретные значения. И у вас этот ползунок не будет очень сильно и резко плясать. Давайте теперь поработаем с тенями. Тени мы также с вами сильно осветлять не будем. А сделаем такое значение, при котором самые темные участки, вот, например, вот здесь, будут еле-еле просматриваться. Вот таким вот образом, чтобы все-таки мы вот структуру, текстуру этого камня все-таки, чтобы мы видели, несмотря на то, что он находится в тени. И да, друзья, когда мы с вами говорили о смысловом центре фотографии и смысловых объектов, то, ну, вот вам, собственно говоря, пример. Смысловой центр нашей фотографии, это же, конечно же, вот этот водопадик, куда концентрируется все внимание, он находится по центру. Но также у нас есть и смысловые объекты. Нам очень интересно разглядывать дерево, да, ну, точнее, не сам ствол, а вот эти вот необычные корни, которые спускаются к воде, и дерево, как будто, знаете, вот оно оперлось о берег вот этого ручейка, и сейчас наклонится и будет пить из него воду. Ну, такой достаточно интересный сюжет, классический, классический пейзажный сюжет. И теперь дальше мы с вами перейдем к следующему этапу. Мы давайте сразу добавим немножко текстурки. Я думаю, где-то вот прям, пожалуй, 20, наверное, будет достаточно. Если вы сомневаетесь, увеличиваете изображение всегда до масштаба 100, и вы тогда будете видеть, появились ли у вас излишние шумы. Итак, друзья, немного дальше мы с вами будем работать со светотеневым рисунком, локально работать со светом и тенью. Но пока мы давайте поработаем с вами с цветом. И для начала мы, наверное, с вами все-таки обязательно кликнем удалить хроматические аберрации. Можно активировать коррекцию профиля. Хотя вы знаете, когда без коррекции, мне кажется, даже поинтереснее, более такой объемный рисунок получается. Теперь, друзья, давайте мы перейдем с вами в калибровку. За счет вот этих трех каналов мы можем с вами менять насыщенность. Как вы видите, вот синий канал делает фотографию вот такой вот яркой, насыщенной. И как ни странно, эта насыщенность работает локально. То есть при повышении насыщенности синего канала повышается насыщенность не только синего цвета, но и отдельных красных-оранжевых оттенков. Повысим с вами немного насыщенность буквально где-то на плюс 17. Дальше мы также можем поработать с зеленым каналом. Зеленый канал у нас увеличивает желтые и зеленые оттенки. Но в данном случае я бы даже немножко прижал для того, чтобы убрать вот эту излишнюю желтизну, которая вылазит. Ну где-то, пожалуй, будет у меня минус 13. Давайте теперь поработаем с красным каналом. И тон мы уведем немного вправо. Сделаем красный-оранжевый цвет немного потеплее. И насыщенность, насыщенность, пожалуй, я трогать не буду. Оставлю так, как есть ноль. Ну и, друзья, после того, как мы с вами поработали в синем канале, повысили насыщенность, у нас с вами водичка стала вот такой слегка голубоватой. Ну, это не совсем эстетично смотрится в пейзажах, потому что на самом деле вода имеет такой серый-белый цвет. Бело-серый, серо-белый, не знаю, как его назвать. И его можно поймать, этот оттенок, он будет более естественный, если мы просто с вами насыщенно синего, уберем немножко вниз, влево. Буквально где-то на минус 60. Вот таким образом, мне кажется, будет правильнее, интереснее и естественнее. Так, друзья, дальше давайте мы с вами поработаем с теми цветами, которые мы видим на нашем изображении. Это, конечно же, зеленый. Зеленый бы я слегка бы, пожалуй, приглушил. Как вы знаете, что тот цвет зеленый, который мы с вами называем, я не раз об этом говорил в своих видео, в редакторах за регулировку зеленого цвета отвечают желтый и зеленый ползунок. Поэтому с вами излишнюю желтизну и из зеленого цвета мы также убираем ползунком желтый. И таким образом у нас получилось зеленый на минус 40, желтый на минус 27. Слегка, пожалуй, повышу я оранжевый, где-то буквально на плюс 10, я думаю, будет достаточно. И можно слегка поднять красный. Если в городе мы с вами стремимся к созданию, ну, такой элементарной тонировки, да, ну, к простейшей, то есть Teal and Orange, там, темный, синий, например, и оранжевый, то в случае пейзажной фотографии здесь, как правило, делают акценты на определенных цветах, но остальные цвета также не убирают, их оставляют в цветовой схеме. Ну, это цвета, в конце концов, которые есть в природе, нам приятно на них смотреть, поэтому не нужно их убирать, иначе наша картинка будет скудная и некрасивая. В пейзажах ценится как раз широкий диапазон цветов, когда различные оттенки, и фиолетовый, желтый, красный, зеленый, желтый и так далее. Ну, и также мы можем с вами поиграть с тоном. Давайте желтый уведем тон немного влево, в сторону оранжевых оттенков, где-то примерно на минус 20. Красный сделаем слегка потеплее, ну, я думаю, что где-то плюс 9 будет достаточно. И оранжевый прям буквально влево, ну, буквально на минус 4. Итак, друзья, фотография получилась у нас уже достаточно приятная, но она такая плоская, и нам необходимо поработать с акцентами. И работу с тенью и светом мы начнем, наверное, с вами с водички. Давайте мы яркость синего цвета сделаем чуть-чуть повыше, буквально на плюс 27. Водичка стала поярче, стала фотография сразу поконтрастнее. Теперь давайте мы с вами перейдем наверх в базовые настройки, точнее не в базовые настройки, а нам необходимо с вами поработать с градиентными фильтрами. Итак, мы берем градиентный фильтр, сбрасываем все настройки, экспозицию сделаем посильнее, ничего страшного, потом подрегулируем, нам нужно видеть, куда мы ее накладываем. И давайте мы с вами затемним вот эту нижнюю часть фотографии. Вот таким вот образом. Значение у меня на минус 1.26, я думаю, этого будет достаточно. И теперь я провожу градиентный фильтр вот здесь, в этом углу. Но так как у меня градиент лег на градиент, поэтому левый угол стал слишком темный, давайте мы экспозицию немного вернем назад. Вот таким вот образом. И теперь то же самое сделаем вот в верхнем левом углу. Здесь можем сделать немножко потемнее. Здесь сделаем вот этот угол, сделаем потемнее. Ну где-то минус 1.03. И еще я бы здесь немножко бы снизил даже насыщенность. Где-то на минус 35. И давайте мы также с вами сделаем еще один градиент наверх. Кстати, градиенты вы можете накладывать сколько угодно. Я даже не знаю, какое ограничение здесь есть по количеству, но у меня ресурс этих градиентов никогда не заканчивался, сколько бы я их не ставил в Lightroom. Итак, ну здесь мы сильно не будем делать, а буквально на минус 0.16. Кликаю два раза Enter. У меня ушли все настройки градиента. Теперь давайте мы с вами выберем кисточку. Также необходимо сбросить те настройки, которые у вас здесь могли стоять. Поднимем немного экспозицию. Ну давайте мы сделаем ее на 1. Квадратными скобками мы можем увеличивать или уменьшать размер кисти. Растушевку можно сделать где-то на 50. И теперь мы давайте пройдемся по тем местам, где мы видим, у нас есть небольшие такие отблески света. И мы как бы усилим эти участки. Сделаю я слегка посветлее вот здесь на камне. Вот здесь. Слегка осветлю воду. По сути дела мы делаем с вами сейчас Дотшенберн, да? Мы темненькое увели в темноту, а светлое осветляем. То же самое делается при портретах, но в пейзаже можно работать не так ювелирно, потому что в портретах вы все-таки работаете там буквально над каждой морщиной. Здесь вы делаете, как художник, такие крупные мазки, высветляя или затемняя определенные участки фотографии. Сделаю я посветлее вот здесь на дереве. Теперь перейдем к корню. Сделаю я покрупнее. И также осветлю некоторые места, куда падает свет. Да, несмотря на то, что здесь нет прямых солнечных лучей, друзья, цвет тем не менее падает сквозь листья. Без света нет фотографии. И светлые участки мы с вами немного осветляем. Можно также осветлить отдельные листики. Это будет выглядеть достаточно интересно. В некоторых участках можно проводить несколько раз, эффект будет усиливаться. Вот меня, честно говоря, вот эти пятна на дереве, они не то чтобы смущают, они, конечно же, естественного происхождения, но я не понимаю, оставить их или все-таки убрать. Давайте мы подумаем пока. Пока, честно говоря, у меня нет правильного ответа. Пока я сомневаюсь. Немного я осветлил корни именно в тех местах, где есть свет, хоть и небольшой, я просто его усилил. Теперь я могу эти места подрегулировать ползунком. Экспозиция. Вот вы видите, они либо зажигаются, либо тухнут. Я сделаю чуть-чуть побольше, 1.21. Теперь нажму Enter. У меня настройки сохранились, и я с кистью могу работать, но теперь я экспозицию уведу влево. Давайте сделаем минус 1. И теперь мы поработаем с вами наоборот темными участками. Как я уже сказал, это у нас такой некий Dot Shandburn. Собственно говоря, мы сейчас с вами как раз и создаем атмосферу, работаем с фактурой, выделяем смысловые объекты. Можно даже сделать чуть-чуть потемнее. Да, пожалуй, даже где-то на минус 3. Проходимся кисточкой по темным участкам. Таким образом, наши светлые участки, на которых мы расставили акценты, они будут выглядеть еще более светлыми. Несмотря на это, мы там не потеряем информацию, не потеряем пиксели. Так, ну и, пожалуй, все. Давайте мы теперь нажмем Enter. Еще раз Enter. И у нас пока получается вот такая вот фотография. Давайте мы с вами посмотрим на изображение. Было-стало? Итак, было-стало, было-стало. Ну что ж, довольно-таки неплохо. Я бы, пожалуй, редактирование в Lightroom уже прекратил. И давайте мы с вами перейдем теперь в Photoshop. Нажимаем сочетание клавиш Ctrl-E. Итак, друзья, я переместился в другой угол экрана. Чтобы не загораживать фотографии, мы с вами в Photoshop. И первым делом, что мы с вами делаем, нажимаем сочетание клавиш Ctrl-J. Появляется копия нашего изображения, и мы с ним будем работать. Давайте мы все-таки, наверное, эти пятнышки уберем. Так, Ctrl-Plus, повысим изображение. Что-то мне не нравится, не очень эстетично они выглядят. Давайте выберем инструмент LASSO. Вот так вот, может быть, даже не совсем аккуратно обведем. И нажимаем сочетание клавиш Shift-F5. С учетом содержимого, цветовая адаптация, режим нормальный, непрозрачный 100. У вас должны быть вот такие настройки. Кликаем ОК. Так, скопировалось верхнее пятно. Давайте поработаем с ними отдельно. Shift-F5. Выделяем. Shift-F5. ОК. Выделяем. Shift-F5. ОК. Так, давайте вот эти мелкие пятнышки мы тоже с вами удалим. Shift-F5. И здесь... Shift-F5. Они, может быть, и смотрятся неплохо, но, по моему мнению, они оттягивают на себя внимание. И я не хочу, чтобы зритель у меня рассматривал эти пятна. Я хочу, чтобы он у меня рассматривал корни и водопад. Теперь у нас немножко размазанная вот здесь получилась текстурка на коре дерева. Давайте, друзья, теперь сделаем Alt-Ctrl-Shift-E. Выберем штампик. Так, активный и ниже. Непрозрачность и нажатие 100%. Квадратными скобками мы можем увеличить или уменьшить размер штампика. Давайте сделаем побольше. И попробуем сейчас вот эти размытые пятна устранить. Итак, я ставлю на место фотографии, которые хочу клонировать. Нажимаю Alt, появляется мишень. Кликаю и переношу вот сюда. Кликаю и клонирую. Кликаю и клонирую. Таким образом мы с вами слегка можем добавить фактуры и заодно убрать размытость, которую мы получили при помощи удаления этих пятен. Итак, друзья, это именно то, что, пожалуй, я хотел получить. Теперь давайте следующим делом мы идем с вами в корректирующие слои. Выбираем выборочная коррекция цвета. Не игнорируйте этот инструмент Photoshop. Это очень серьезный инструмент. И вы поймете, как он работает. Просто попробуйте один раз. Все очень просто. Вот мы видим на фотографии, например, желтые листья. Я в цветах выбираю желтый цвет. Давайте я сделаю покрупнее, чтобы мы видели эти желтые листья. И вот смотрите, что мы делаем с вами. Видите, двигая голубой цвет, у нас начинают листья просто сиять. А если я сделаю масштаб на весь экран, то обратите внимание, у нас какие красивые коричневые оттенки появляются на нашей фотографии. Давайте сделаем так. Пурпурный. Пурпурный я чуть-чуть повыше. Итак, голубой минус 23. Мы работаем в желтом цвете. Пурпурный плюс 5. Сам желтый непосредственно я добавлю где-то на плюс 10. И черный. Черный. Делает цвет либо светлее, либо темнее. Влево светлее, вправо темнее. Я сделаю чуть-чуть светлее, буквально где-то на минус 16. Было, стало. Давайте теперь выберем красный, посмотрим, что у нас будет. Итак, в красном цвете мы голубой цвет двигаем влево. Наша фотография приобретает красивые такие шоколадные оттенки. Мы так и сделаем. Голубой на минус 15. Пурпурный влево делает фотографию такую желтую. Ну, как бы не очень такую художественную. Мне больше нравится вот такой вот оттенок. Пурпурный я сделаю на плюс 10. И когда мы ползунок желтого вводим влево, то у нас на фотографии появляются такие красивые фиолетовые шоколадные оттеночки. Ну, давайте сильно не будем делать. Где-то буквально на минус 10. Минус 11. Пусть будет так. Теперь, друзья, давайте откроем зеленый цвет. Посмотрим, что у нас тут с зеленым. В зеленый я бы, знаете, что добавил? Я бы добавил немножко голубых оттенков. Таким образом раздвинуть цветовой диапазон. Чтобы у нас в зеленом не только были теплые оттенки, но и с таким с намеком и холодные. Это как раз дает ползунок голубого. Поставлю я его на плюс 10. И можно пурпурный увести влево на минус 10. Желтый. Желтый я трогать не буду. И черный трогать не буду. Пожалуй, я оставлю вот таким образом, так как на фотографии есть. Теперь, друзья, давайте затонируем фотографию. Делаем мы следующим образом. Итак, давайте нажимаем сочетание клавиш Alt-Ctrl-Shift-E. Все наши корректировки записываются на новый слой. Теперь мы выберем с вами пипетку. И вот смотрим на фотографию и в какой бы цвет вам хотелось бы ее затонировать, используя те цвета, которые вы видите на своем изображении. Ну, давайте мы затонируем какой-нибудь коричневый оттенок в такой, в темно-оранжевый. Вот на этом листочке я такой вижу. Можем даже увеличить. Итак, я кликаю вот сюда вот пипеткой. Если у вас эта палитра не отображается, вот здесь в левом у вас после работы с пипеткой должен отобразиться свет. Кликните вот сюда и у вас появится дополнительная палитра. Это тоже самое, у меня просто подублировано. Здесь я часто с этим работаю. И здесь вы также можете подвинуть, кликнуть окей. После этого идем в корректирующие слои и выбираем цвет. У нас появляется вот такой вот цвет с заливкой. И, друзья, теперь что мы с вами делаем? Мы теперь с вами переходим и выбираем мягкий свет. Так, изображение сделаем во весь, как говорится, масштаб, во весь экран. И вот посмотрите. Итак, это без тонировки, это с тонировкой. Без с тонировкой. Да, но этого слишком много, поэтому я непрозрачность уберу в ноль. И теперь буду двигать вперед, пока мне не надоест эту тонировку наблюдать. Остановлюсь я, пожалуй, где-то на 40. Вот такое тонирование фотографии мне нравится. Но после работы с этим инструментом у меня стало немножко темновато. Теперь мы с вами давайте создадим немножко атмосферы. Идем в корректирующие слои, выбираем кривые. И сделаем наши фотографии более воздушные. Заодно уберем тот контраст, который к нам пришел после того, как мы поработали с цветом и затонировали фотографию. Итак, мы с вами в кривых. И давайте мы черную точку поднимем немного вверх. Ну, в моем случае, буквально, я бы, наверное, вот на 7 бы остановился. Так, сейчас я приподниму чуть-чуть. И теперь мы с вами среднюю точку вернем назад. Примерно в исходное положение. И давайте посмотрим, что будет, если мы подвигаем точку белого. Мы можем убрать излишнее свечение самых светлых участков. И также точку вот где-то посередине, вот здесь вот, вернуть на ее родное место. И теперь давайте поработаем со средними участками в темных оттенках. И слегка, прям буквально, я вот чуть-чуть опущу ниже. Смотрю обязательно на теневые участки. У меня информация там должна сохраняться. Пожалуй, я на этом остановлюсь. И давайте посмотрим, было, стало. Было, стало. Ну что, друзья, теперь нам необходимо добавить сюда резкости. Ну, какой пейзаж без резкости, согласитесь, да? Давайте нажимаем сочетание клавиш Alt, Ctrl, Shift и E. У нас появляется с вами дополнительный слой. Итак, друзья, идем в фильтр. Усиление резкости. Умная резкость. Эффект поставим с вами где-то примерно 175. Радиус, радиус пусть будет у нас 0.9. Уменьшить шум. Десяточку оставляем, кликаем ОК. Итак, применяется эффект. Вот так сработала наша умная резкость. Конечно, в Инстаграме этого заметно не будет. Но если вы размещаете где-то на каких-то ресурсах, где пейзажная фотография, то вот смотрите, у нас мелкая-мелкая структурка. У нас вот таким вот образом она стала более шершавая. Сейчас вы на экранах, наверное, не заметите, но на своих экранах при обработке вы это, конечно же, обязательно увидите. И теперь мы давайте с вами поработаем с более крупной структурой. Итак, нажимаем Alt-Ctrl-Shift-E. Копируем все на новый слой. Идем в фильтр, другое. Он у вас может называться там цветовой либо краевой контраст. Выбираем эту функцию. И теперь, друзья, давайте смотрим. Я хотел повысить текстурку на стволе дерева совершенно чуть-чуть, чтобы она была поинтереснее. И подбираем такой радиус, при котором у нас заметны не мелкие, а вот эти вот крупные трещины на коре дерева. Я остановлюсь на радиусе 4. Если что, мы это потом подправим. Кликаю ОК. Наша фотография стала вот такая вот некрасивая. Мы идем в режимы наложения, выбираем перекрытие. И давайте посмотрим, вот что нам дал вот этот вот такой Sharp. Ну, что ж, неплохо. Так, единственное, что теперь я сюда добавлю маску. Нажимаю кнопочку Alt-Uдержу. Кликаю внизу на значок маска. Появляется у меня черная маска. Выбираю я обычную мягкую кисть. Непрозрачность и нажатие, ну, повыше я непрозрачность делаю на 70. Нажатие тоже на 70. Теперь у меня должен быть белый цвет. Когда мы инвертировали маску, сделали черную, эффект краевого контраста у нас нивелировался. Он скрылся под маску. И теперь мы при помощи белой кисточки будем этот эффект возвращать. Возвращаю я его вот здесь на стволе дерева. И вот здесь пройду слегка по верхушкам вот этих вот корней. Заодно зацеплю вот эти отдельные листочки, которые у меня торчат. Ну, вот как-то таким образом. Причем мы не трогаем вот этот наш водопад. Иначе здесь мелкая листва. Это будет просто некрасиво. Если вы случайно что-то зацепили, кнопочкой X меняете цвет кисти на черный и удаляете это место. Смотрите у вас вот здесь вот на миниатюрке, как прорисована ваша кисточка. Вот. Соответственно, белые участки. Это вы возвращаете эффект краевой контраст. Да. Ну, по-большому это резкость. А там, где темные участки, там у нас этого эффекта нет. Ну, вот каким-то таким образом. Сделаю давайте чуть поменьше. И так, посмотрим. Было-стало. Было-стало. Немного излишняя светимость. И для того, чтобы с ней побороться, я просто непрозрачность прижму вот где-то буквально там на 75-76, наверное. Где-то вот так. Да, вот так мне уже нравится больше. Ну, что ж, друзья. Ну, что ж, друзья. Почти все. Мне знаете, что мне не нравится вот этот левый верхний угол. Он какой-то такой слишком перешарпленный и тяжелый. Давайте мы с ним, пожалуй, поработаем. Попробуем с вами немножко это дело поправить. Пойдем в кривые. Так. Сделаю я повоздушнее. Вот так вот посильнее. Черную точку подниму на значение 17. Теперь я нажимаю сочетание клавиш Alt-Delete. У меня масочка закрасилась в черный цвет. Как вы уже понимаете, нам нужна белая мягкая кисточка. Так. Размер чуть побольше. Непрозрачность я сделаю поменьше. Где-то 35. Нажатие 50. И теперь мы с вами должны выбрать X или вот здесь перевести на белый цвет. И вот здесь, ну, туманчик не туманчик, а вот это место сделать, скажем так, немного полегче. Если вам кажется, что изменений практически нет, можете повысить непрозрачность, там, например, до уровня 70. И тогда вы более явно увидите то, что вы делаете с вашим изображением. Ну и, конечно же, можно увеличить фотографию, уменьшить кисточку. И таким образом ваши движения будут более точными, более, скажем так, ювелирными. И вот здесь вот какая-то надпись, друзья, на скале. Давайте мы сейчас с вами ее уберем. Это, конечно, вообще никуда не годится. Как я раньше на это не обратил внимания? Ну, не суть. Alt-Ctrl-Shift-E. Так, давайте будем работать частями. Сейчас я выделю где-то примерно половину от этой надписи. Shift-F5. Окей. Ну, пусть будет так. Сейчас я захвачу еще чуть-чуть. Shift-F5. Окей. Ну, вот так вот будем двигаться частями. Таким образом мы каким-то образом сохраним здесь объем. И уберем эту непонятную надпись. Я надеюсь, здесь ничего плохого не написано про единую Россию. Ну, и как вы помните, уже штампиком можно, собственно говоря, немножко здесь довести до ума. Убрать какие-то повторяющиеся детали. Ну, что ж, друзья, давайте посмотрим, какая фотография была изначально. Что в итоге мы получили. Ну, по-моему, очень даже неплохо. И теперь осталось нашу фотографию только сохранить. Нажимаем сочетание клавиш Alt-Ctrl-Shift-S. Соответственно, выбираем JPEG. Выбираем встроенный профиль. Выбираем преобразовать в sRGB. Качество ставим 100%. Просмотр цвет монитора. Метаданные я, как правило, оставляю авторские права. Размер сделаем поменьше. Ну, например, высота 2000. Качество выбираем бикубическое. Кликаем сохранить. Выбираем папку, где мы хотим разместить эту фотографию. И, соответственно, сохраняем ее. Ну, в общем-то, и все. Ну, вот, друзья, обработку пейзажа мы с вами сделали. И, собственно говоря, если вам такой формат понравился, вот, не ужатый, а такой расширенный, подробный, то обязательно пишите об этом в комментариях. И если такой формат видео зайдет, то я буду готовиться к проведению трансляции. И в следующий раз мы что-то подобное с вами затеем, но уже в режиме времени онлайн, где вы будете задавать мне вопросы. Мы будем с вами общаться. И, помимо всего прочего, будем сидеть и обрабатывать фотографию. Ну, на это уйдет, я думаю, времени где-то в районе двух часов. Так что, если вы готовы потратить это время для того, чтобы больше узнать об обработке фотографии, то дайте мне об этом знать. Будем формировать с вами команду, которая будет в свободное время сидеть. И, несмотря на то, что мы территориально находимся в разных городах, странах, уголках нашей планеты, будем сидеть вместе, обрабатывать, может быть, даже одну фотографию, почему бы и нет. Итак, друзья, с вами был Серджо и интерактивная фотошкола Art Photo Life. Желаю вам творческих высот. Всем пока и до новых встреч. Да, друзья, надеюсь, вас не смутил этот коврик, который лежит здесь, в левом нижнем углу. Но, в конце концов, он заполняет кадр и составляет какую-никакую композицию в кадре. Пока. Если ты хочешь стать обладателем пресетов уровня Pro и вместе с этим поддержать развитие канала Art Photo Life, ты можешь приобрести эксклюзивные наборы авторских пресетов со скидкой аж 65%. С примерами обработки пресетами можно ознакомиться в моем инстаграм. Нужны подробности? Напиши мне в чат инстаграма, я отвечу на все твои вопросы. Все ссылки в описании. Выведя ретушь своих снимков на новый продвинутый уровень.